здравствуйте дорогие радиослушатели с вами радиостанция cnc фрезерованный алюминий мы работаем под лозунгом от том в каждый дом у нас сегодня обзор сломанные ручки тормозной ручка от компании о том произведена по технологии cnc фрезерованный алюминий информация для тех кто думал что cnc это бренд на самом деле способ обработки металла в чем конкретные плюсы данной ручки и соответственно ее небольшие минусы плюсы естественно в том что фрезерованный алюминий имеет определенный запас прочности очень хороший то есть он явно будет лучше стоковых ручек которые стоят на мотоциклах плюс оборудование по два пальца определенно точно облегчит вашу жизнь и закругленный кончик не будет упираться вот вот этими двумя пальцами управляете а вот в безымянный палец который на руле постоянно ручка упирается вы не можете выжать рычаг до конца соответственно из-за этого нужно прибегать к регулировкам лишним короче вот здесь это этот вопрос обходится во-первых длиной рычага первостепенно во вторых регулировкой уклона то есть поворачивая вот этот регулятор вы можете смещать ручку либо так либо так то есть можете сократить ход тормоза можете его удлинить но которым зат не очень актуально больше для сцепления но тут вы можете короче сделать так чтобы не пришлось полностью выжимать рычаг чтобы он не касался грубо говоря руля вот за счет этого будет гораздо удобнее управлять также механизм складывания закрыт резиновой чем мембраной резиновой мембраной назовем ее так то есть естественно то что механизм закрыт от пыли грязи и влаги в основном естественно продлевает его срок службы но не определенный огромный срок и по поводу складывания то есть вначале он показал что она складывается в горизонтальной так скажем плоскости она еще и складывается в вертикальной то есть он тугая довольно таки поэтому одной рукой не шибко удобно но суть вы поняли теперь ее один минус которым я столкнулся вот вообще при осмотре и при подборе это блин толщина то есть этот рычаг он нифига не ко всем тормозным машинкам подходит это первый момент но допустим даже если его подточить во-вторых он подходит к машинкам которые поршень которых нажимается путем вот толкатели короче говоря то есть не не такой вот лапки которая в сторону уходит на некоторых мотоциклах бывает ну на большинстве вот а именно толкателем то есть вот это минус либо под него нужно покупать иногда машинку тормозную либо как-то колхозить его под свою машинку но учитывая что тормозная машинка стоит не так дорого в наше время то есть там порядка полторы две тысячи может вот но суть в том что такой рычаг вам прослужит реально долго то есть если вы там сезон блин 45 раз приложитесь на стандартных рычагах они у вас поразваливаются вот рычаг стоит там допустим 500 рублей тех же самых зарядка садится уже обзор снимать вот четыре замены грубо говоря 45 замен вам дают ценник вот этого рычага но плюс он у вас не сломается так скажем пока те ломаются на 45 раз у вас это будет катать это первый фактор вы не мучаетесь перестановкой каждый раз рычагов и вы катаете с комфортом то есть что вы на лошадиных рычагах стандартных за пятихатку будете ездить то есть там вообще не вариант вот что на нормальном коротком рычаге который складной который с регулировочками приятно выглядит опять же немаловажный фактор реально что он классно выглядит на него смотришь он как бы ну видно что это так скажем как лучших домах парижа и лондона вот так же к нему бывают комплекты сцепления со сцеплением проще она идет сборе с кронштейном точно универсально его уже проще приладить вот собственно ценники в зависимости от магазинов в целом варьируется там вот двух двух с половиной трех тысяч примерно где-то в этом от 2 до 3 скажем так вот ну собственно говоря вот и все приходите к нам вот сам гость он они как видите у нас есть не ломаные не сломаны очень классно